Я отправила Алису спать на улицу в коляске, надеюсь, она сейчас даст мне хотя бы час времени, и сейчас пойду гулять с Руфи как раз на улице, буду слышать, что там происходит. Ну что, Руфи, гулять? Смотри. Пойдём, пойдём. Смотри, как там интересно, там кун есть. Оп, кун. Давай, и там интересно. Оп, улица. Подожди, не так быстро. Сейчас пойдём знакомиться. Лисёнок спит. Тихо-тихо-тихо, не бойся. Руфи, Руфи, не дёргайся, Руфи, сейчас уйдём отсюда. Пойдём, пойдём. Кошки страшные, охотятся все. Пойдём, пойдём погуляем так. Снежочек. Снежочек какой. И не так страшно. Как это все охотятся. Ну, конечно, дома ни воды, ничего. Интересно, как ему. Фу. Хан, а ты думаешь, это твой котёночек? Перебежками, перебежками. Давай только улей не снесём с тобой, да? Вот такие следы у него маленькие. Лавки поджимают по снегу. Да, так все ходит. Подожди, Руфи, не так быстро. Да, давно мы с тобой не гуляли. И снег первый раз вам видит. Ну, ничего, сейчас будем каждый день с тобой гулять почти. Алиса пока гуляет, как раз на улице, чтобы слышать, что происходит. Подожди, не дергай так. У меня не такой длинный поводок. Ну, ничего, привыкнет? Сейчас для него всё, шок. Руфус, ты мой кот. Хвостка вверху, главное. Что там? Нет, за территорию давай это у нас следующим этапом. Когда ты освоишься на участке, будем за территорию ходить. Ай, ты красивый кот какой у меня. Какой красивый кот! Ой, метит меня, конечно. Да, я никуда не денусь? Я бы с удовольствием гуляла с ним в шлейке, но шлейку он не даёт на себя одеть. Постоянная руга, не стресс. Поэтому... Мы, конечно, не к этому долго привыкали, поэтому я не снимала даже дома, чтобы он привык. Ну, ничего. Надо шлейку побольше спускать. Просто побольше шлейки у меня она как бы немножко с отяжелителем. Ему тяжело, наверное, будет с его размером веселиться так. Ну, попробую. Подлиннее. Он поначалу так. Пусть привыкает. Главное, что он особо не боится, не зажимается, а вот бегает больше. Это хорошо. Врезаться не стоит в заборы, конечно, Руфи. То есть, бывает, кошки перед тем, как Пусть, он просто ложится и всё. Не лежит, а этому нет. Ну-ка, а за мной побежишь? Давай, давай, давай. Ну? Чего я так чуть-чуть пробежал-то? Это у нас биостанция на второй дом, на вот этот репсилинный. Руфи, ну-ка. О, он бежит за мной. Молодец! Ты молодец! А-а-а, сейчас тут неудобно здесь. Давай, да, вот так вот вылезай. Пойдём поближе к дому, подойдём, там, Алиса. Хотя, в следующий раз, конечно, это я сейчас не продумала. Я буду её просто сюда ставить на улицу, а не на крылечки оставлять, чтобы... Он всё-таки туда боится сейчас подходить, потому что там кошки. Я её просто сюда в центре буду вывозить, чтобы всем удобно было, да? Ну-ка, бегом. За мной, за мной, за мной. Давай, 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 бегом за мной. Давай, Руфи. Давай, давай. Ой, да какие баки распышил, Руфи. Да ты с чего такой красивый? Руфи. Покажи свои баки, какие у тебя рысиные. Какие баки. Давай, бегом за мной. Молодец, кот. Ты умничка такой. Газа, теперь ты за мной бегом, да? Теперь я за тобой бегом. Ты, кот, молодец. Ты, кот, молодец. Ай, молодец. Смелый кот. Сейчас Кун, к сожалению, только зашёл в дом. Как-то я думала, что он с нами будет. Он даже всё ночью гулял, а только сейчас пришёл. Кот. Да ты ж красавец какой. Ну, мне кажется, ему нравится, это видно, да? Сегодня чуть-чуть, буквально минут 15 погуляем, 20, потому что чтоб он привыкал к такой температуре, сейчас снег всё-таки. А он при снеге, при такой температуре, первый раз гуляет. Тихо, подожди, мы так сейчас запутаемся. Видишь, посадки. Физкультуру мне решил устроить. И видно, что лапки у него мёрзнут, видите, он отряхивает. Сейчас уже пойдём в сторону дома. Точнее, он не особо хочет туда идти. Господи, вот ты носишься. Кот. Пойдём в сторону дома, видишь, лапки уже поджимаешь. Рысь называется, господи. Что, американские бобкеты не привыкли к такому? Я сейчас шучу, если что. Они спокойно держат такой холод и живут так же в снегах, как и наши рыси. Единственное, что это может быть не совсем северный подвид, а, скорее всего, гибрид каких-то подвидов. Возможно, с южным. Но, тем не менее, он должен держать такую температуру. Просто сначала непривычно ему. Так, всё, мы будем двигаться в сторону дома. Потому что уже кот начинает... Ну, не хочу, чтобы заболел. Ой, птичку увидела. Как, говорит, забраться за птичкой? Я вот не вижу птичку, а он видит. Или листочки вот так вот тебя привлекают. Пойдём, тебе другие деревья покажу. Которые с нашей стороны. Да, за листочками. Нифига себе. Ого. Не, кот так не пойдёт. Давай-ка слазь. Ему деревья не нужны, говорит, я ей по гитру нормально поднимусь. Нет, кот-кот-кот, давай в сторону дома. У тебя уже ладки мёрзнут. Он понял прикол. Кстати, у меня ни одна кошка не пыталась так сделать. Кот. Просто. Посмотрите, как моментально. В общем, с этим котом не прокатитесь его без ладка. Отпускать. Потому что, ну это... Сейчас он за секунду просто, вы видели. Он перемахнул чуть ли на ту сторону с тобой. Сейчас не включил телефон, не успел его поймать. Чтобы как-то выкручиваться оттуда, его доставать. С поводком. Потому что до калиски там далеко. Всё, кот, пойдём в сторону дома. Уже сам весь поджимаешь лапки. Вот сообразительный какой, а. Гидра здесь два с половиной метра. Так что... Этот кот не ищет лёгких путей. Что-то он под воротами где-то пролезет. Он, говорит, мне и так норм. Давай бегом за мной. Молодец. Подожди не так быстро. Подожди, их устроила. Руфи. Я всё понимаю, давай за мной. Идём нам Алиса надо проверить. А то мы её не слышим оттуда. Руфи, давай бегом за мной. Там кошек боится. Давай-давай. Бегом за мной. Бегом-бегом-бегом. Оп-оп. Давай Алиску проверим. Давай-давай. Бегом-бегом. Не-не-не-не. Ну что, дома всё родное, да? Пусть он уже бежит прятаться. Покажу, как тут сделано. Вот. Здесь, собственно, Пусть сейчас находится. Пусть всё время. Пока я их чередую. Здесь у неё кормушка. Павилка своя. Собственно, туалет свой. Всё своё у него есть. Да, Пусть? Мы вернулись. Тяжело было зайти домой. Потому что кошек нам боится. Алисика спит. Отлично. Кисы. Как вам? Кот. Такая у нас за прогулка. Можно сказать, первая зимняя прогулка по снегу. Мне кажется, очень хорошо прошла. Единственное, что, конечно, кошек этих очень боится. Но, со временем, я думаю, он либо привыкнет, либо будем как-то решать эту проблему. Потому что, собственно, они никуда не делаются. А Руфи тоже придётся привыкнуть. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на все наши каналы. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там, правда, больше личной информации. Но, тем не менее, кому интересно. Также здесь группа ВКонтакте. Лайв-канал. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова